Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача Разворот. Я ведущий Евгения Шафранок, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас такая не совсем жизнерадостная тема, будем говорить о вечном. 5 марта этого года Конституционный суд Латвии постановил, что любое требование платы за выделенное место захоронения является противозаконным. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности главы управления кладбища Рижской думы Гинс Зелла. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, для тех, кто не совсем в теме, не совсем в курсе того, что происходит, как сейчас развивается, как было и как сейчас будет. Ну, именно Рижская в своем направлении была так, что бралась плата за выделение места одноразовое, и тогда человек уже приобрел это место до того времени, пока он за ним ухаживает. В данный момент у нас эта плата отменена. Позавчера Рижская дума приняла решение о том, что отменили эту плату, но сама плата не бралась уже с этого 5 числа. И те люди, которые имеют, что там рассматривали это решение, те люди, которые заплатили в этот срок с 5 до, по-моему, выходят с 6 или 7, тем возвращаются эти деньги обратно. Так что в этой системе, когда бралась эта плата, уже в Риге не происходит. Но я так понимаю, что ветер подул с Юрмалой, которая брала не просто разовую оплату, она брала и арендную оплату, да? Да, арендную оплату, да. Юрмал брал их правила и рассматривал с соответствующим списком, конституциональный суд, и заодно решила, что, ну, тогда, если уже Юрмалой отменяется, тогда отменяется любая оплата во всех самоправлениях. Но чем это грозит, в принципе, Рижскому бюджету? Бюджет это грозит тем, что, если до сих пор, до этого, управление по кладбищу где-то примерно третий свой бюджет получал именно от этих плат, которые выделялись в новые места, то в данный момент это уже вчера принялся Рижский бюджет, где у нас эту сумму в этом году датирует. Ну, из-за того и не ухудшится обязательно никакие услуги, которые предоставляют нам управление, эти мусорники будут вывозиться, и вода будет, и дороги будут строить, с ней ремонтироваться. Так что в этом году никаких измен не будет, но так если смотрим, ну, этот вопрос можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, это так, со стороны человека, это, конечно, в данный момент очень радостная вещь, потому что, если на это несчастье происходит, тогда уже это не так дорого, как до этого. А сколько было? Сколько была оплата за... Очень дифференцированно. Это было от 70 до 1000 евро, если это частично закрытым кладбищем. У нас в Риге есть три вида кладбищ. Это закрытые кладбищ, частично закрытые кладбищ и открытые. Людям, у которых нет семейных мест, тогда предоставлялся двух этих, в открытых кладбищах, это Яунцемс и Болдера, там было одно местное место, место стоило где-то около 70 евро. И если уже идет речь тогда, если частично закрытые, как это центральные кладбищ, которые у нас престижные, там четырехместное место стоило даже 1000 евро. Но сейчас такой возможности нет. Нет возможности купить, например, семейное место. В данный момент Рижка и самоправление обратилась в министерство с просьбой, чтобы они дали указание, каким образом тогда в дальнейшем будет производиться это предоставление мест. Но на данный момент выдаляется только одноместовье и двухместовье места. Но как было в социализме, когда нет повода, потому что у нас есть другие правила, которые... Но если у нас нужда только, ну когда есть эти похороны, это нужда для одного места, но нет никакого повода выдалять это семейное место, когда это было платное, тогда понятно, тогда человек уже приобрел. И тогда он сам принял такое решение, что его надо это семейное место. В данный момент выдалять на каждые похороны четырехместное место, Риг очень скоро останется без... Превратиться в одно большое кладбище. Скорее всего. Ну, это, скажем, если так посмотреть глобально, тогда вперед. И эта система, которая в данный момент, она так и так не является эффективной, потому что если большие города в всей Европе, этот способ, каким образом человек материровать, идти к кремации, поменьше занимать места и поменьше расширить кладбище в городе, это именно тоже плата. Да, ну, если человек хочет новое место, как в стандартном захоронении, там, гробом, тогда он должен платить довольно много, но если он хочет кремации, тогда это, ну, не столько дорогостоящий. И таким образом эти города борются с тем, чтобы не расширять эти кладбища на невозможные, ну... Размеры просто, да. Телефоны прямого эфира 6-7-2-1-2-9-3-9, 6-7-2-1-3-9-3-9, вы можете позвонить, задать свои вопросы, высказать, может быть, какие-то пожелания, возмущения, если таковые есть. А мы продолжаем наш разговор с исполняющим обязанностей главы управления кладбищей Рижской думы Гинтом Зелой. Господин Зелой, ещё такой вопрос вот по поводу кремации, да, то есть, с одной стороны, конечно, это людей должно как-то мотивировать, там, занимать меньше места, потому что, наверное, тебе после смерти всё равно, но у нас очень сильные традиции, да, и поэтому традиции как раз за традиционные способы захоронения. Что делает, например, в данном случае Рижская дума для того, чтобы как-то людей мотивировать к кремации, например, потому что сколько стоит кремация? 250 евро вы мне сказали за эфир. А там, не знаю, кладбище, вместо на кладбище, например, 70 евро, ну, как бы немножечко в три раза дешевле. Ну, это смотря какое, ну, я говорю, там было до тысячи, Рижская самоправление, чтобы мотивировать вообще такой способ, мы три года назад построили Колумбари, в данный момент это, когда построился, он был очень-очень-очень, по моему мнению, очень хороший проект, потому что многие люди заинтересовались, конечно, есть разные мнения, кому-то нравится, кому-то не нравится, но это все-таки такой новый шаг вперед, чтобы все-таки каким-то образом развивать эту традицию, что, ну, все-таки эти кремации – это тоже способ, и если так по обществу смотря, тогда кремации как вид захоронения, ну, это довольно популярно и становится. Каждый год все-таки немного, но больше людей решает пользу этого способа, потому что и общество меняется, и меняется мнение насчет этих традиций и так далее, так что есть многие люди, которые все-таки выбирают тот способ, что кремация все-таки для них – это более приемнее. Конституционный суд свое решение объяснил тем, что плата за выделенное место захоронения является противозаконной, потому что не защищает достоинства человека после смерти. А что вы думаете по этому поводу? Лично я думаю, что я очень хочу, чтобы вообще Конституционный суд это свое решение во всей Европе рассказал, потому что сейчас как-то глупо получается, что мы в одном ТЕС и БЛОКС, ну, как бы законы, а у нас сейчас не берется, потому что это не демократично, а, скажем, в Германии, Франции, во всех, ну, сколько я был в странах, большие города берется, но тогда пускай они расскажут это свое мнение, и другим, чтобы, ну, все было по-равному, ну, чтобы не было так, что где-то есть, где-то нет, в Литве есть. И в Эстонии до сих пор есть, а у нас как-то оказалось, что не демокричны. Ну, это, по-моему, наши традиции изначально, когда вообще этот сотрудничество создавалось, ну, тогда в уманское время тоже плата за семейные места бралась, и людей это, ну, устраивало, и в данный момент тоже есть многие люди, которые обращаются в управление и говорят, что они были бы готовы доплатить, но только чтобы достать свое семейное место, чтобы эти традиции сохранились, чтобы у него было одно место, где он приходит со своей семьей, где его есть все, ну, чтобы не разбрасывалось по всему, где в кладбище в один, там, бабушку в один конце, а в другом секторе уже дедушка, ну, это как-то, ну, не по нашим традициям. А как была ситуация до 5 марта, допустим, с теми случаями, когда человек не в состоянии был заплатить? Это могут быть одинокие пенсионеры или, может быть, просто малообеспеченные семьи? Именно в личном самом деле у нас такая ситуация невозможна была, потому что у нас предоставляется этот паболст, ну, пособие, которое именно, и этом пособии хватило, чтобы приобрести одно место, место на яунсенс и сделать захоронение. Ну, там, может, не хватило для банкета или что-нибудь такого, но чтобы захоронить этого хватило. Так что у нас таких случаев, чтобы человек неспособен был заплатить, это невозможно было. Если он же хотел побольше или получше или так далее, это уже било его право, он может это приобрести и купить. В одном из интервью, в одном из, ну, вы дали комментарий о том, что за новые места управление кладбищей Рижской думы получает ежегодно 450 тысяч евро, что составляет более четверти бюджета организации. И вы не возражали против отмены оплаты, если дума компенсирует убытки. То есть, в принципе, если будет из думского бюджета выделена эта сумма, то они могут там, скажем, на своем уровне сделать платно, бесплатно, как угодно, лишь бы организация получала эти. Ну, абсолютно правильно, потому что мне даже работать легче, если я знаю, что у меня в этом году всегда будет какой-то такой-такой бюджет, мне легче прогнозировать и думать вперед, какие работы будут производиться и так далее. В данный момент это все-таки было зависимо от того, как эти места продавались и так далее. Но я еще раз говорю, если это смотрим в течение, не знаю, ближайших пяти лет, все будет нормально. Из-за того, что стало бесплатно, людей больше умирать не будет, но места уже сейчас заниматься будет больше. Я уже прогнозирую, что очень быстро эти центральные кладбища, которых еще было, отдельные места, которые люди просто не приобрели, потому что это было действительно дорого, там действительно местное место стоило тысячи. В данный момент, когда это уже будет бесплатно, ну, я думаю, никто не будет возражать себе достать новое место, а не думать насчет того, как я буду кремировать и как я буду свое место только и занимать. Так что это все очень быстро займется и в конце концов мы придем к этой проблеме, что, ну, скажем, Болдырайская новая кладбища, которая есть, ну, по нашим прогнозам, это пять или шесть лет и она будет полная. И тогда уже одно из двух открытых кладбищ будет тоже полной, и тогда она становится частистой закрытой, там, возможно, будет захоронить только, если уже есть семейное место. Ну, я вонсенс у нас большой, ну, я думаю, что если мы не думаем чуть больше 15 лет, тогда все нормально, тогда пускай те, которые будут этот вопрос решать через 15 лет и тогда решают где, но я думаю, это неправильно. Но мы все-таки должны в нынешнее время уже думать о том, как все-таки мотивировать людей поменьше занять новых мест и использовать именно те старые, которые уже есть. Давайте, наверное, для тех, кто не в курсе, проясним, что такое открытые, закрытые, полузакрытые кладбища. Да, закрытые кладбища, там, где вообще невозможно делать захоронение, кроме тех, у которых уже там есть семейное место, заключен договор, и он хочет только урну захоронить, ну, именно кромированную. А какие у нас это кладбища? Это Турнкаунс, Мартиня и Капсы Лакапи. И Турнкаунс, православные кладбища тоже. У нас, давайте мы потом продолжим про закрытые, у нас звонки. Добрый день, да, вы в эфире. Здравствуйте, вопрос такой, скажите конкретно, вот скажем, Покровское кладбище, да, оно считается частным, но там берут в год аренду, то есть они имеют сейчас после этого закона это право брать эту аренду или уже не имеют? Вот такой вопрос, спасибо. Спасибо большое. Да, очень хороший вопрос, потому что это решение является только на кладбищном самоправлении. То есть Покровское кладбище останется после своих условий? Покровское и другие, да, церковские кладбища или частные кладбища, они до сих пор имеют право брать аренду, брать ежедневные, ежегодные, одноразовые кладбища. Как придумали, так и будут. Именно так. И у нас еще один звонок. Сарваза, перезвоните, пожалуйста. И еще у нас прям звонки. Добрый день. Добрый день. Вот у меня родственники в Москве, у них двухместная могила и стоит стела. И на этой стеле, наверное, штук 10 еще надписей. То есть у них урны подзахоронены. Скажите, а у нас такое можно? Я уже в таком возрасте, что я хочу подумать об этом. У родителей двухместная могила, там еще брат подзахоронен. А меня куда? Можно будет урну? Спасибо большое за вопрос. Да, то есть можно ли уже, скажем так, традиционным могилам захоронить урны? Да, обязательно. Так и происходит очень часто, что люди именно урны сохраняют. Ну, в этой могиле это... Ну, там количество этих урн, ну, на самом деле, ну, ограничено, конечно. Ну, не больше, не знаю, там 40 урн в одном месте. Но это, ну, все равно, это там довольно хватает всей семье и всем родственникам, ну, чтобы предоставить это место на этом месте. Откуда вообще бралась такая плата за место на кладбище? То есть и 500 евро в Велгаве, там 500 евро в Риге, и 50-70 тысяч, понятно, за семейное место. Ну, а из чего эта цена формируется? Что в нее заложено? В ней заложено все эти функции, которые предоставляет управление по кладбищам. Это вивозка мусора, это предоставление этих насосов водяных, это ремонт, это, ну, когда производились эти платы, тогда это и подсчиталось, сколько эти затраты именно, и насчет этих затрат, и тогда по форму, не знаю, ну, там, чтобы было возможность социально, что одно место, а место стоит дешевле, чем четырехместо, и чтобы было какие-то, ну, дифференциации, и тогда эта плата и произвелась, и подсчиталось, сколько это на самом деле стоит. Ну, и при этом те кладбища, которые под Рижской думой, условно, они не берут плату ежегодную аренду никакой, они брали только разовую плату, в эту разовую вкладу включается бесконечный доступ к колонке с водой, условно. Да, да. Если сейчас эту плату отменить, то что тогда будет происходить в территории, например, кладбища? Ну, как я и сказал, в этом году нам компенсировали, не компенсировали, а дали дополнительную дотацию, ну, мы каждый год тогда будем запросить именно эту дотацию только из Рижского бюджета, ну, это как бы, ну, что понятно было, что если до этого все-таки, ну, хоть треть или даже больше там средств, которые ухаживали за кладбищем, платили те люди именно, которые в этих кладбищах что-то делали, или там делали захоронение, или просто приходили им какие-то услуги приносить, то в данный момент за это платят даже те, которые, скажем, никогда в кладбище не идут, и мне интересно это все. Мы продолжим, не продолжим, у нас еще пару минут есть, да, у нас сейчас есть пару минут до новостей, поэтому второй вопрос, в принципе, Конституционный суд принимает такое решение, он апеллировал на то, что кладбища все-таки не должны получать какую-то выгоду, да, с мест захоронения. Вот как сейчас, на ваш взгляд, они получают, кладбище получали какую-то выгоду? Ну что, при этом сказать, выгода, ну, мы не зарабатывали на этом. А покровское кладбище зарабатывает, правильно? Покровское, ну, это, наверное, надо им спрашивать, потому что их платы довольно большие, если, ну, может, они уходят на все содержание, но в риск, в самом деле, все равно, даже беря эти платы, дополнительно все-таки Дума датировала, и так и так не хватило этих плат, чтобы содержать все эти кладбища, потому что все эти услуги, которые есть, они становятся все дороже и дороже, каждый год поднимаются цены за вывозг мусора, каждый год повышаются дуби. Ну, как мы все знаем, как везде, так и в кладбищах, эти услуги стараются дороже, из-за этого нам больше и больше надо было датировать. У нас, о, у нас был звонок, он сорвался. Хорошо, тогда мы пока прервемся на новости и продолжим чуть попозже. Добрый день, мы продолжаем в эфире передача «Разворот». Я ведущая Евгения Шафранок, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. 5 марта этого года Конституционный суд Латвии постановил, что любое требование платы за выделенное место захоронения является противозаконным, поскольку не защищает достоинства человека после смерти. И вот на эту тему мы сегодня общаемся с исполняющим обязанности главы управления кладбищей Рижской думы Гинтом Зеллой. Добрый день еще раз. Добрый день еще раз. Вот это вот решение, оно не приведет... Ой, у нас сразу звонки, видимо, еще ждали, но пока новости пройдут, да. Добрый день. Здравствуйте. У меня есть документ, датированный январем 49-го года, о покупке семейного места на Илановском кладбище, с очень интересной формулировкой. Но тогда это кладбище принадлежало старообрядческой общине. Кому принадлежит это кладбище? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня будет. Вот я помню из детства, когда мы ходили на кладбище, ну, иногда бывало так, вот гуляем в парке с бабушкой, нужно посмотреть, что там происходит на кладбище. Мы идем, значит, на кладбище, и там в конторе, в конторе непосредственно, которая находилась на кладбище, можно было на прокат взять какие-то, ну, орудия, чтобы сразу убрать грабли, леечку. Вот. Я не знаю, оплачивалось это как-то или нет, но запись в каком-то журнале производилась. Это я помню о том, что человек брал на прокат такие вещи. Вот. Сейчас что-нибудь подобное есть на кладбищах? Спасибо. Ну, я начну с первого вопроса. Это насчет Ивановской кладбищи. Ивановская кладбища имеет, как бы, владение этой кладбищей самоправлением, но она где-то в 1999 году передана именно по рестации Годраудзе. Да, православные службы, чтобы они за ним ухаживали, там, по-моему, этот договор заканчивается где-то через 10 лет, и тогда будет заново решаться вопрос, кто дальше будет управлять в этом кладбище. Но пока оно передано именно православной общине. Да, православная община. Документы имеют силу? Это документы, такие документы и в первом лесном месте, и так и далее, продали, но право владения все равно это самоправление. И то, что в 1949 году кому-то что-то продали, это у нас законы не предлагают, что можно было возвратить, можно было землю в Риге или в Атвии возвратить, но на кладбище это не относится. Ну, то есть, действительно этот документ или нет? Нет, 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 действительно. У нас еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте, у меня вопрос к вашему гостю. Я поняла, что, конечно, наверное, уделяется очень мало денег на уборку кладбища, но мои родители похоронены на кладбище Лачупа. Это сразу же при центральном входе, слева контора, прямо каплица, и тут же. Там очень много деревьев, старых деревьев. И я несколько раз обращалась в прошлом году к тому, чтобы, значит, были спилены деревья, хоть как-то что-то, потому что деревья сильные ветры, падают стволы и могут повредить и памятники. У нас уже было такое дело. И второй вопрос. То, что вот рядом с моими могилами у нас четыре места, большое, вообще заброшенные уже несколько лет, заброшенные могилы. Никто их не убирает, ничего. Вот как быть с этим? Потому что они как бы теряются, все у нас как бы убрано, а там везде как бы набросаны старые листья. Пожалуйста, да? Спасибо, да, за вопрос. Давайте, наверное, с первого, да? То есть если на кладбище что-то не так пошло, рухнуло дерево, ну, не по вине людей, да, просто на территории кладбища, кто за это ответственный? Да, ответственный за дерево, те, которые владеют, это в данный момент, если на самом управлении кладбища, тогда и сам управлении, ежегодно мы пилим эти старые дерева, чтобы понятно было, у нас, в принципе, все кладбища старые, кроме этих новых двух, которые Янцем и Болдера, и кладбища по своей сути, такое место, где... И по этой своей работе она портит очень дерево, потому что выкопать могилу, это все равно, выкапывая могилу, это портится... Корни дерева. Корни дерева. И раны, ильконы, поздно эти дерева стараются опасными. Мы по своих возможностях ежегодно пилим эти дерева, и в прошлом году и на Алачу побило, что мы всем пропорционально выдаем эти средства, чтобы постепенно этим вопросом решаться. Конечно, мы хотели, чтобы это средство было больше, чтобы можно было это сделать быстрее, но ежегодно это делается, этот вопрос решается. Так что, ну, будем и в этом году... Ну, а это может быть, скажем, сделано в форс-мажором, если, допустим, просят, люди просят, то есть они приходят, вот они видят, что это дерево уже опасно, и если там еще целый год, то как-то реагируют? Да, во-первых, люди, которые смотрят, да, во-вторых, это у нас управляющие, которые тоже обследуют территорию, если он видит, что это дерево становится опасными, что надо смотреть вопрос на что-то того, чтобы успелить. Мы запрашиваем эти циршенсат ляуэс, ну, которые обязательно, если там булава выдается, тогда и дальше это решается вопрос, что-то спиливать это дерево. У нас еще один... А у нас второй вопрос, и тот остался так. Мы ответим на второй вопрос, и добрый день, сейчас мы соберем вопрос и будем отвечать. Простите, мне хотелось бы получить уточнение по моему вопросу. Дело в том, что на этом семейном колодище произведены захоронения, семейные захоронения, то есть там три поколения, по крайней мере, и оно как бы держится для семьи. Это на счет 49-го года договора? Да, да, Ивановская кладбища, да, да. Именно это. Не-не, ну да, ну там есть сохранение, это ничего не меняет. Вы заключая этот договор по устурейшену, вы не получаете его собственность, как это было в 49-м году, в 43-м. Так если оно уже куплено в 49-м году, ну получается, я купила там... В 49-м, во-первых, не можно было что купить, но документы, когда надо посмотреть, которые до оккупации тогда, да, приобрелись эти места, и тогда было, что человек мог купить это место, ну, для себя. Но после этого времени уже такого, ну, тогда пускай, лучше всего пускай человек, который этот вопрос задал, приходит на управление по кладбищам, потому что так и так это Ивановская или не Ивановская, мы так и так эти вопросы решаем, и тогда, видно, можно будет посмотреть на этот документ, но просто само интересно, что это за документ, то есть тогда можно... Да, документ интересный, потому что он отпечатан на бланке, где указан адрес типографии Улисадорфа Гитлера. Ну, это тогда не 49-й год уже. Ну, давайте, наверное, мы сейчас, конкретно ваш случай отдельно не будем разбирать весь эфир, то есть вы можете прийти, как сказал наш гость, и поговорить со специалистами, разобраться с юристами, и просто решить этот вопрос, потому что его, в принципе, надо будет решить. Да, спасибо. Спасибо. До свидания. Старые могилы. Старые могилы, да. Я тут записывала, мы тут собрали вопросы. данные решают эти вопросы. У нас по правилам есть процесс, который называется актирование мест. Если их самоправление констатирует, что очень долго не убирается это место, тогда мы начинаем процесс актирования, это три года подряд констатируем, что никто не ухаживает за этим местом, и тот момент, когда эти три года прошли, тогда принимается решение о том, что это место приходит обратно на самоправлении, она выдается следующему человеку, у которого есть нужда на центральных кладбищах, и частично закрытие именно такие места и есть. Если, ну, может быть, там есть родственники, просто они не могут так часто ухаживать. Это могут быть старые люди, которых не... Ну, да, но заключается договор о том, что он устуратаясь этому месту, он не только себя достает право, что они там могут захоронить, но и обязанности за то, что он должен ухаживать за этим местом. Если он свои обязанности не выполняет, очень долго тогда, это у нас есть по правилам, что мы можем это место достать обратно для самоправления. Да, вот я хотела задать вопрос, то есть как раз начались звонки по поводу решения Конституционного суда. Не приведет ли такое решение к какому-то хаосу просто внутри системы, которая уже устоялась, и я не знаю, может быть, она была не очень хорошая, может быть, она требовала каких-то реформ, у нас любят реформы. То есть насколько была упорядочена система, которая была, и что будет сейчас, когда принято такое решение? Ну я абсолютно с вами согласен, что какая бы ни была, но система до этого была. В данный момент этой системы нет. Ну, как я говорил, мне обратились, министерство дало обещание, что они какие-то общие черты, правил, каким образом будет происходить это предоставление мест будут разработаны. Я так слышал, что есть какая-то Дарбо-группа, которая уже там создана, которая будет тогда эти разрабатывать, но тогда будет новый порядок, тогда будем смотреть лучше или хуже, или более эффективнее на то, какой порядок будет. Ну, получается, мы отменяем плату за разовое захоронение, но при этом собираем целую рабочую группу, которая будет теперь решать, что же делать со всем этим. Ну, да, именно. В то же время, если хотелось бы навести порядок, потому что то, что верно, это то, что поскольку у нас каждое самоуправление по своему мнению разрабатывает правила, как действует у них и в территории, Рижка, я со мной уже лет 10 назад делал инициативу, чтобы разработался этот закон по кладбищам, чтобы в государстве было единое правило, каким образом это происходит. В то время никому это не считало и неинтересно было, только Рига хотела что-нибудь такое сделать. По-моему, Паш Володим Савин им тоже сказал, что да, они готовы поддержать, но министерство тогда не поддерживало. В прошлом году было ВАЛС-Контрол, делал ревизии по очень многим кладбищам самоуправления, и тоже своим решением было, что одно из действий, которые надо делать, это надо разработать именно закон. Но в это время соответственность ТС все-таки взяла и решила, что можно просто отменить платы, и вот сейчас вообще ничего нет. Да, но одна из причин, по которой отменяли плату, говорила, давайте мы примем звонок, и потом я задам свой вопрос. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, правильно понял, то, что сейчас можно в одном месте похоронить, в принципе, если выбирать климацию, ну, сделать семейное кладбище, то есть четырех-пяти родственников? Я даже думаю, что больше, потому что в урны, ну, предел урн, который захоронен. Я прошу прощения, вы имеете в виду, что покупая одно место... Ну, приобретя, и сейчас уже не покупая. Ну, да, приобретя одно место, вы не традиционно захороните. Ну, что уже женщина говорила, то, что вот тоже хочет, чтобы уже было семейное кладбище, у нас тоже есть два места, и мы, в принципе, ну, чтобы не было такой ситуации, что везде родственники по середине или по кладбищам в разных местах находятся, мы хотели бы тоже вот выбрать кремацию и похоронить урну. То есть это возможно? Да, в данный момент у нас в правилах нет самого большого количества урн, которых можно в одном месте захоронить, но примерно это, ну, по моему мнению, это как минимум 10 урн можно смело захоронить. То есть можно купить одно место и просто хоронить, постепенно заполнять. Да, да. У нас еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вы меня извините, пожалуйста. У меня захоронение на кладбище Райниста и на кладбище Лесном. И я могу сравнить, как заботятся об этих кладбищах. То есть если на Лесном полный порядок, то на кладбище Райниста такое впечатление, что оно уже заброшено и списано вообще со счетов. Особенно последний ряд вот около крематория, где, как сказать, и люди как бы видны, и все. Там даже не косят траву на дорожках, по которым проходишь. Летом идешь по колено трава. Там просто какое-то, я не знаю, то, что могилы, уже много лет люди уехали, просто хотя бы памятники убрали, которые давно сломаны. Просто не надо там захоранивать, потому что вдруг человек приедет из Израиля или еще откуда-то. 50 лет прошло, но это же не время еще, да? Но хотя бы просто памятники бы убрали, потому что они валяются там 10 лет уже поломанные. Спасибо большое. Ну, насчет памятника, ну, там довольно трудная ситуация, потому что памятник, если у нас по правилам это место, которое человек долго не ухаживает, тогда у нас есть правила и есть способ, каким образом самоправление может достать обратно это место. Но если уже идет речь о памятнике, тогда это частное владение кого-то, и чтобы самоправление просто так, ну, вот увидел, что там, не знаю, поломанный крест. Но нельзя, например, этот памятник взять и перевезти куда-нибудь, и пусть он там хранится, но не валяется под ногами. Ну, да. Вот вопрос, если тогда мы будем делать отдельное место, где мы сейчас собираемся, во-первых, эти расходы, тогда надо понять, что те люди, которые уже, опять-таки, не имеют никакого влияния на этот вопрос, они будут платить за то, что мы будем вот все эти памятники, которые там демонтаж, стоят довольно большие деньги. Потому что это не всегда это маленький каменек, который можно взять и поставить в тачку и увезти. Это обычно такие довольно сложные ситуации, чтобы их увезти. Во-вторых, это частное имущество того, у кого есть право на это место. Да, но мы же говорим о том, что вот там через три года, например, человек не ухаживает за могилой, и мы можем захоронить сверху, а памятник мы убрать не можем. Так получается? Получается так, потому что мы большие и которые дорогие, не знаю, имеют какую-то ценность или историческую, или художественную, эти места до сих пор особо не пытались актировать, ну, вообще не пытались актировать, потому что тогда появится этот вопрос, что делать с этим памятником. Потому что это не так однозначно, что вот сейчас мы можем разломить его, поставить где-то в сторону, около забора, и тогда все проедет. Ну, этот человек потом появится, ну, да, ну, как мы будем компенсировать ему то, что мы ему навредили, но это его имущество. У нас еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вопрос такой. А то, что сейчас на кладбище выдают бесплатные места для захоронения, если я хочу, чтобы мы в Ростове не скримировали и захоронить урну на кладбище, под урну тоже будут выдавать место на кладбище? Спасибо. Под одну урну вы имеете в виду, да? Ну, будем надеяться, что под одну, почему побольше. Место выдается, исключением является только то, что если эти вот частистные закрытые кладбища, которые есть, ну, именно лесные, и так, райницы, и так далее, если вот там есть уже семейное место, тогда, конечно же, не выдается новое место, но эту урну возможно захоронить в этом семейном, и нет никакого повода нам выдавать новое место. Но в открытом кладбище, если у человека есть урна, его негде захоронить, и он хочет это именно захоронить, конечно же, выдается место. Да, по поводу услуги я хотела сказать, что, в принципе, Конституционный суд, принимая такое решение, говорил о том, что все-таки оплата за могилу, это как бы оплата, покупка услуги, а человек после смерти, ну, какую он там услугу может купить, это неуважение уже как бы к умершим людям. Но, тем не менее, там, тоже рижское самоуправление, оно все-таки услугу оказывает, оно приводит кладбище в порядок, оно как-то обеспечивает. То есть, получается, что мы против того, чтобы предоставлялась услуга, но услуга должна быть предоставлена. Так выходит? Ну, как бы так, да. Ну, тогда я... Тоже вопрос, почему они отменили, что вообще плата берется за кремации, которые сейчас делают частные лица, которые... Это их бизнес, которым они занимаются, они так и предоставляют услугу. Эта услуга тоже предоставляет мертвому человеку. Ну, его кримируют. Тогда это тоже надо отменить, что это тоже бесплатно. Ну, тогда вообще похороны должны быть бесплатные. Ну, тогда да. Но, как бы, по их мнению, мне тоже так кажется, что решение может быть то, что государство берет обратно все кладбища, тогда государство, любой человек в любом месте может прийти и тогда через государство и решать этот вопрос, и тогда бесплатно все это происходит. Ну, таким образом, если это... А то тут мы не берем, но за все остальное берем. Это нелогично. Да, но тем более, если это предоставляется самоправлению, самоправлению все-таки свой бюджет делает из тех людей, которые именно в этом самоправлении живут и платят налоги и так далее. Тогда как мы можем сникнуть налог, там, захоранивать кого-то из другого самоправления, ну, это нелогично вообще. Так, у нас сорвался звонок, если есть возможность, перезвоните, пожалуйста. Про орудие спрашивали. Ну, а вот звонок есть, да? Добрый день. Добрый день. Вы знаете, какая вещь. Вот вы говорили про актирование вот этих вот могил, да, и перезахоронение на нем. Но у нас на сегодня... Вот сложилась ситуация в нашем государстве и, наверное, в других тоже, что мобильность населения такова, что человек может уехать в другое государство, жить там, может быть, всю жизнь, может быть, десяток-два лет и просто физически не может ухаживать на этой могиле, хотя она ему может быть дорога. Я для чего это говорю? Я полагаю, что тогда на государственном уровне надо установить обязанность, ну, я не знаю, там, где соуправление, где руководство кладбищ, чтобы была бы возможность заплатить какую-то сумму вперед на много, может быть, даже лет, и чтобы вы за этими могилами ухаживали, потому что... Ну, нет возможности у многих там... Мы поняли, да. Спасибо. Да. Ну, то есть вопрос, конечно, если человек уезжает, он понимает, что он эмигрирует, уезжает он на долгие годы, и вот здесь его особо ничего не держит, может ли он оплатить эту услугу где-то в самоуправлении, чтобы обеспечить себе... Уход за этой могилами. Уход за этой могилами. Самоуправление такую услугу не предоставляет. Это немного связано с тем, которые оборудование, которые там грабли и остальное, потому что у нас очень строго смотрят на те услуги, которые самоправление может предоставлять и которые не может, и самоправление мешает частный бизнес, тогда нам это уже запрошают, и может там штраф всякий. И эту услугу, которая ухаживания за могилами, тоже есть очень много фирм и частных лиц, частных предприятий, которые эту услугу предоставляют. Просто в частном порядке это можно заказать. В наше время там через контакт оплачивать ежегодно, что она в следующий год будет ухаживать за этой могилой, но не так сложно. Это можно уладить таким образом, но это не функции самоправления, чтобы ухаживать за частной могилой. У нас еще один. Добрый день. Добрый день. Поздно подключился. Начало передачи. Не слышал, но такой вопрос. Я как бы понял, что если мы берем место, то должны были раньше платить. Сейчас мы отменили, это оплата, если приобретаем места. Есть места на кладбище, ну, семейно, можно сказать. А оплата за то, что кладбище, это же какое-то предприятие, которое ухаживает за территорией, асфальтирует, бывает, дорожки, убирает мусор, вывозит мусор, листву гребает, пусты подрезает. Это большая сумма денег уходит. Неужели нельзя сохранить, я не знаю, она существует сейчас или нет. Это оплата вот этого вот всего, мы должны, чьи, кто похоронены родственники, все-таки родственники должны в какой-то степени, какой-то взнос вносить, годовой, за уход, за поддержание, какое-то частично, хотя бы... Ну, да, вы пропустили немножко начало эфира, потому что именно на частных кладбищах уже это обсуждали, на частных кладбищах они могут взимать любую плату, какую они там себе придумали, нарисовали в голове, вот все, что... Ну, вот Улборское кладбище, я имею в виду. Это кладбище самоуправления, но я с вами абсолютно согласен, по моему мнению, тоже, если человек что-то употребляет, тогда он должен за это платить, но в данный момент выходит, что за это платит самоуправление и оплачивает самоуправление. Да, спасибо большое. Ну, глупость, все, спасибо, да. Глупость, да. Информированность общества, чья это сфера ответственности? То есть, вот о том, как нужно правильно, вот три года пройдет, там, значит, там, могилы имеют право на перезахоронение, лучше сделать кремацию, а не так. Ну, то есть, кто это должен рассказывать? Вот я, например, с этим, к счастью, пока не сталкивалась, поэтому для меня это вот фелькина грамота, грубо говоря. Ну, в этой сфере так и есть, что с этим сталкивался. Это разъясняется, это объясняется в тот момент, когда человеку есть эта нужда, именно этот вопрос решать, и если человеку есть из-за захоронения на кладбище, он так и так на кладбище приходит, где эти все правила написаны, если он увидел эту желтую колышку рядом или в своей могиле, он обязательно, ну, подходит к этому управляющему и узнает то, каким образом это актирование происходит, и каким образом происходят какие-то другие вещи. Так что, ну, у нас все время какая-то информация и департамент по среде и маю ковид с департамент, и идет, и в нашей мае слабо есть эта информация по актуальности там на кладбищах, но таким образом, ну, обычно эта информация передается при нужде, когда этот человек уже решает вопрос о том, что ему надо это захоронение, или он хочет каким-то образом улучшить свое место, или что-то с этим местом делать. Вы, у нас еще один звонок. Добрый день. Извините, я все-таки никак не могу согласиться с вашим гостем, потому что, если частный бизнес, который у нас ежедневно всяких исчезает контор, они соберут деньги и исчезнут. Я бы хотел, чтобы этот был контроль действительно, или где есть управление кладбища, где нет, там мэрия, ну, самоуправление на конкурсной основе, чтобы они бы выдавали разрешение и контролировали это исполнение. А так, конечно, деньги соберут, и до свидания, и через 10 лет не узнаешь ничего. Спасибо. Ну, тут есть, как бы, доля правды, конечно, если ты частная компания, а ты при этом находишься не в стороне, как ты проверишь, что действительно не выполняют условия договора? Конечно же, но я говорю, это не решение делать или не делать самоуправление. Это у нас, как конкурент, спаду, у нас есть такая институция, которая, как только личное самоуправление начала воду производить, так сразу сказала, что это вмешивание, конкуренция и другие всякие услуги, так что это мы уже не своей инициативой не можем делать, это просто нам не разрешает государственные институции. Вы упомянули о том, что за границей плата взимается, а у нас вот взимается, у нас нет, но если посмотреть, скажем, европейские кладбища, да, это в основном там, как правило, это кремация, да, все там, газончик пострижен, все одинаково, все беленькое, все сверкает, любо друга посмотреть. Наши кладбища, на мой взгляд, ну, все-таки находятся в некоем беспорядке. У меня родственники там похоронены, я прихожу, периодически смотрю, вот это все в таком легком запустении. Это, конечно, немножечко очень романтично, когда сухая листва шуршит под ногами, да, но это, на мой взгляд, недостаточный порядок просто. Как-то у нас с этим что-то будет делаться, или это уже делается, просто так делается? Ну, это, во-первых, это глобально должно решаться, ну, постепенно. Меняется поколение тем, которым казалось, что ему это на кладбище, надо сделать свой маленький садик, сделать им кусты, засадить и все остальное. Из-за этого и производится этот вид, что каждый делает это по-своему, каждый делает, как ему кажется, красиво, и, в конце концов, выглядит так, что в общих чертах это, ну, так немного, ну, не выглядит так в общих. Если мы посмотрим, там, германские кладбища, там у них очень строго, что он производен, как парк, и у них есть правило, каким образом там вообще возможно, и нет никаких отклонений от того, потому что они чуть не предоставляют эту услугу сами, что они посадили так, как это, ну, там планировалось. У нас такого нет, но мы постепенно к этому шли, и в этом году тоже собирались, вот если насчет услуги, когда можно, мы думали, проектировать новый какой-то сектор, где можно будет именно захоронить урн, за который можно было, человек заплатил побольше немного, скажем, и у самоправления за это место ухожу, он, скажем, работает там в Германии, учится в Лондоне, и приезжает только тут, чтобы посмотреть, ну, как у него там, к своим близким, которые встретят, он там все ухаживает, и ему не надо там своим граблем ничего убирать. Но сейчас, поскольку это уже бесплатно, ну, не знаю, мы особо не можем вкладывать средства, потому что это немалые средства, и, ну, компенсируют такую услугу. У нас подходит время эфира к концу, извините, кому не успели принять, чьи звонки тут, вот звонили, нам и звонят, и сейчас звонят, вы уже нас извините. Исполняющий обязанности главы управления кладбища Рижской думы Гензела был у нас в гостях, а вы оставайтесь с нами, хорошего дня. До свидания.